Вы когда-нибудь проходили мимо старинного особняка и задавались вопросом, какие тайны он скрывает? Многие счастливчики находили ценные вещи в старых домах, забытых складах и даже заброшенных заводах. Эти неожиданные находки рассказывают истории прошлого и имеют значительную денежную ценность. Семья недалеко от Сан-Франциско разбогатила на собственном заднем дворе, наткнувшись на старую консервную банку. Присоединяйтесь к нам, и мы исследуем ценные сокровища, найденные в заброшенных местах. Номер 1. Сокровища Тарнбери В очаровательном городке Тарнбери, в южном Гластершире, удивительное сокровище веками лежало под землей и ждало своего открытия. В 2020 году была найдена невероятная коллекция, известная как клад Тарнбери, содержащая более 11 тысяч серебряных монет англосаксонского периода. Преданный металлоискатель раскопал это сокровище, датируемое началом 11 века, во времена короля Канута, периода, отмеченного огромным богатством и властью. На монетах, среди которых были пенни и полпенни, изображены короли и религиозные символы, что дает нам возможность заглянуть в повседневную жизнь и торговлю того времени. Удивительно хорошо сохранившиеся, они демонстрируют мастерство древних мастеров и отражают художественные ценности своей эпохи. Исследователи до сих пор пытаются понять, почему был закопан столь ценный клад. Была ли это мера безопасности от захватчиков или, возможно, тайник, о котором со временем забыли? Это открытие не только обогащает наши представления об англосаксонской Англии, но и предлагает задуматься о жизни людей, когда-то использовавших эти монеты. Номер два. В мае 2016 года, во время ремонта дома в Сан-Франциско, произошло неожиданное открытие. Строители обнаружили сохранившиеся останки того, что, как полагают, умерло примерно 145 лет назад. Новые владельцы были поражены, обнаружив небольшой гроб длиной около 90 см, в котором находилось тело возрастом от 3 до 5 лет, что раскрыло интригующую тайну, захватившую город. В ходе расследования выяснилось, что у дома, построенного в конце XIX века, было несколько владельцев, не подозревавших о существовании этого спрятанного гроба. При осмотре было установлено, что это была девочка и что она, вероятно, умерла от причин, связанных с питанием или каким-либо заболеванием, а в руке она держала маленькую розу, что наводило на мысль о связи с богатой семьей и породило дальнейшие предположения о ней. Личность, теории варьировались от проблем со здоровьем до редких заболеваний, что привлекло внимание средств массовой информации. После нескольких лет донкотестов и исследований девочку опознали как Эдит Говард Кук, родившуюся в 1873 году, отец которой был успешным бизнесменом и видным деятелем в обществе Сан-Франциско. Обнаружение их останков не только дало ответы, но и осветило забытую главу в истории города. Номер 3. Выигрышный лотерейный билет. В 2005 году житель Массачусетса нашел неожиданное сокровище в самом неожиданном месте. Разбираясь в мусорном баке в магазине Уиттерн Пентри в Блэкстоуне, сонном городке с населением всего 9000 человек, Эдварду, 83-летнему постоянному покупателю, повезло. Управляющий магазином Боб Пентер запомнил Эдварда за его странную привычку выносить мусор возле магазина во время своих ночных визитов. «Никогда не знаешь, правда», – говорил Эдвард, полагая, что среди выброшенных вещей он может найти что-то ценное. И в необыкновенную ночь он был абсолютно прав. Эдвард нашел в мусоре выигрышный лотерейный билет на 1000 долларов. Боб быстро проверил это и подтвердил, что это законно. Новость распространилась быстро, и, как и ожидалось, другие попытались забрать билет. Кто бы не хотел получить такой приз? Однако не было простого способа доказать, кто изначально купил и выбросил его. По мнению Государственной лотерейной комиссии, законным победителем будет считаться человек, подписавший и предъявивший билет. Итак, хотя удача Эдварда изменилась к лучшему, человек, выбросивший билет, возможно, усвоил ценный урок. Иногда то, что кажется мусором, может оказаться чьим-то сокровищем. Номер 4. Древние артефакты Майя. Иногда вещи, которые мы выбрасываем, могут стать удивительными сюрпризами, если нет, спросите Никодиолу. Этому уборщику из Квинса повезло, когда он принес домой загадочную бочку из квартиры в Сохо, думая, что это просто мусор. Внутри он нашел впечатляющую коллекцию древних артефактов из Мексики, в том числе чаши и фигурки, датируемые 300 годом до нашей эры. Это было настоящим сюрпризом. Диола убирал студию покойного художника-абстракциониста Клинтона Хилла, который оставил беспорядок своему партнеру Алану Трану. После смерти Трана представители Хилла заплатили Диоле 4500 долларов за уборку квартиры, не зная, что выбрасывают настоящее сокровище. Пролежав несколько лет на складе, бочка наконец стала частью жизни Диолы, обнаружив каменный топор стоимостью 11000 долларов, которые можно было использовать в церемониях. Это определенно был нетипичный кухонный декор. Хотя Диола не является коллекционером древнего искусства, он планировал продать артефакты и пошутил, что, хотя он и не ценит красоту керамики, он ценит богатую историю, стоящую за ней. Так что помните, мусор для одного человека, может оказаться древним сокровищем для другого, если вам повезет открыть нужную бочку. Номер 5. Китайский фермер случайно обнаруживает пещеру во время рытья колодца. Под тихим задним двором в деревне Цешань, центральный Китай, неожиданное открытие привело к удивительной находке. Копая колодец, местный фермер по имени господин Сян наткнулся на пещеру вместо воды. После раскопок он обнаружил естественную карстовую пещеру, украшенную сталактитами и сталагмитами, которые формировались на протяжении тысячелетий. Эта пещера была обнаружена на его заднем дворе, ровно в 65 футах под землей. Удивительным в этом открытии было то, что особенности пещеры казались волшебными. Некоторые даже сравнивали их черты с цветами лотоса, а другие сравнивали их с эльфами. Однако это открытие не является чем-то совершенно беспрецедентным в регионе. Местные жители округа Цы уже были известны тем, что копали собственные колодцы, и при этом некоторые из них время от времени находили естественные известняковые пещеры. Согласно официальным данным, подобные пещеры были обнаружены в этом районе, некоторые из них даже имеют длину 3940 футов. Это не делает карстовые пещеры менее особенными. Карстовые пещеры образуются в результате растворения растворимых пород, таких как известняк, доломит и гипс, хотя они не распространены в Центральном Китае, где проживает господин Сян. Номер 6. Археологи открыли неожиданную тайну. 600-летний ацтекский туннель, украшенный замысловатой резьбой и картинами. Туннель имеет длину около 27,5 футов и богато украшен резьбой, в том числе изображениями ацтекского бога Тлалака, который ассоциировался с дождем, водой и плодородием. Тлалака, которого часто изображали с выпученными глазами и клыками, почитали и боялись за его власть над живительной водой и разрушительными штормами. Наряду с этими резными фигурками археологи также нашли останки статуй, в том числе сидящую фигуру и одинокие ноги. Исследователи полагают, что этот туннель был построен во время правления императора Мактесумы Ай, правителя, известного своими проектами по расширению империи и строительству, включая плотину через озеро Тескака. Он также был правителем, заявившим, что война – главная задача ацтеков. Они совершали ритуалы не только для того, чтобы обеспечить хороший урожай, но и для того, чтобы доставить удовольствие богам, которым они поклонялись. По сей день открытие этого туннеля остается одной из самых значительных и неожиданных находок в регионе. Номер семь. В небольшом бразильском городке Пиндабасу замечательное открытие повергло в трепет местное сообщество и весь мир. Изумруд весом 800 фунтов и высотой 4,3 фута был обнаружен глубоко в шахте Карнаиба, расположенной в штате Баиэ, известном своими богатыми месторождениями драгоценных камней. Эксперты полагают, что этот огромный драгоценный камень содержит около 180 тысяч каратов изумрудных кристаллов и стоит ошеломляющие 33 миллиона долларов. Несмотря на то, что рудник известен своими месторождениями драгоценных камней, находка такого большого изумруда до сих пор считается чрезвычайно редкой из-за его размера и качества. В отличие от типичных изумрудов, используемых в ювелирных изделиях, этот экземпляр размером с камень ценится больше как предмет коллекционирования, чем обычные драгоценные камни, разрезанные на кусочки для использования в ювелирных изделиях. Эксперты предполагают, что он станет потрясающей экспозицией в музее или в вестибюле роскошного отеля. Владелец, обнаруживший этот изумруд, решил скрыть свою личность и остаться анонимным, опасаясь за безопасность себя и своей семьи. Фактически, они также держали в секрете местонахождение драгоценного камня, перемещая его между безопасными местами под строгим контролем. Что ж, если бы я тоже обнаружил драгоценный камень стоимости в более дюжины объектов дорогостоящей недвижимости, я бы также позаботился о том, чтобы он не был украден или обнаружен кем-либо еще. Номер 8. В 1952 году шотландский мальчик, копавший землю для посадки картофеля, в качестве наказания споткнулся о голову почти четыре тысячи летней статуи из красного песчаника в Мелвилхаусе в Файфе. Это открытие было лишь первым в серии находок, продолжавшихся три десятилетия. В общей сложности было обнаружено 18 египетских артефактов, включая бронзовые статуэтки и керамические пластинки. Артефакты, датируемые периодом с середины XII династии до периода Птолемеев, около 1922 года до N.E. до 1930 года до N.E., включают такие примечательные предметы, как бронзовая статуэтка бога Аписа и фаянсовая статуэтка богини Исиды, кормящей гора. Это открытие сбило с толку археологов, в конце концов, как древние египетские артефакты оказались захороненными в шотландской земле. Лишь недавно археологи, наконец, раскрыли тайну. Сегодня эксперты полагают, что эти артефакты, вероятно, привез в Шотландию Александр Лесли Мелвилл, известный как Виконт Болгони. Болгони отправился в Египет в XIX веке, когда богатые путешественники часто покупали антиквариат, по возвращении коллекцию хранили и в конечном итоге забыли, возможно, перенесли в здание, которое позже снесли, похоронив вместе с ним и артефакты. Таким образом, многолетняя тайна египетских статуй наконец подошла к концу. Сегодня артефакты хранятся в Национальном музее Шотландии, где их продолжают ценить посетители и местные жители. Номер 9. Однажды эмодзи могут стать самой используемой формой языка в мире. Но если вы думаете, что это современное изобретение, у нас есть для вас сюрприз. Смайлик – самый используемый и узнаваемый смайлик из всех, и его легко узнать в вырезанной на стенке этого 3700 летнего кувшина, который был найден в Кише, Турция, в июле 2017 года. Маркировка была сделана намеренно, а стиль это почти идентично тому смайлику, который люди рисуют сегодня. Мы думаем, что это официально считается самым старым смайлом в мире. Кувшин использовался для питья шербета, поэтому весьма вероятно, что тот, кто владел им, ассоциировал этот предмет с хорошим временем и весельем. Таким образом, смайлик будет соответствовать его использованию. В то время, когда кувшин был изготовлен, территория, где он был найден, контролировалась хеттами, поэтому нельзя сказать, что у хеттов не было чувства юмора. Цифровые смайлы, которые мы используем сегодня, были созданы в 1980-х годах, но не стали популярными до конца 1990-х, когда мир перешел на цифровые технологии. Номер 10. В 2013 году было принято решение о расширении верфи Нептун в Нью-Кас-Лапонтайн, Англия. Прежде чем начать работы по расширению, археологов попросили осмотреть планируемую строительную площадку. Когда они это сделали, они обнаружили участок деревянной железной дороги длиной 80 футов. Это не просто деревянная железная дорога, это старейшая сохранившаяся деревянная железная дорога в мире. Когда в 18 веке были построены эти рельсы, поезда еще не были изобретены. Вместо этого по железной дороге перевозились деревянные повозки, известные как халупы, которые тащили по путям лошади. Этот конкретный 80-футовый участок был частью Уиллингтону Егануэй, построенного в 1785 году. Он настолько простоват, что некоторые из его шпал представляют собой не более чем ветки деревьев, срезанные и втиснутые в путь. Находка имеет международное значение, поскольку Уиллингтону Егануэй была первой, построенной с международной колеей, которая была скопирована с вагонных рельсов на паровозы и позже стала мировым стандартом благодаря расширению Британской империи. Открытие находилось в опасности с того момента, как оно было сделано, поскольку древесина внезапно подверглась воздействию стихии, но с тех пор она сохранилась. Номер 11. Раз уж мы заговорили о еде, давайте посмотрим, что можно обнаружить, изучив содержимое ланчбокса бронзового века. Этот конкретный ящик был обнаружен при таянии ледникового льда на перевале Лёчберг в 2012 году на высоте 2400 метров над уровнем моря в Бернских Альпах. Круглый ящик изготовлен из трёх разных пород дерева. Основание, сосна, боковые стороны, ива, швы, лиственница. Поскольку ящик сделан из дерева, учёные смогли провести радиоуглеродный анализ, подтвердив тем самым, что ему не менее четырёх тысяч лет. Удивительно, но тот же лёд, который сохранил древесину, частично сохранил и следы того, что когда-то находилось внутри ящика. Учёные обнаружили смолу или шлак, прилипший к внутренним деревянным поверхностям, что указывает на то, что они использовались для хранения или транспортировки цельного зерна. Их присутствие в этом конкретном месте вызывает вопросы у историков, существовал ли торговый путь, соединяющий Бернское Нагорье с долиной, или это был просто случай, когда турист собирал коробку с обедом перед тем, как отправиться в долгое путешествие. Номер 12. Фруктовый кекс известен тем, что остаётся съедобным в течение длительного времени после приготовления, но даже принимая этого внимания, у нас будут серьёзные сомнения по поводу употребления именно этого кекса. Ему более 100 лет, и он был найден в хижине на мысе Адаре в Антарктиде в 2017 году. Сама хижина – это хижина Бархгревинка, построенная норвежским исследователем Корстеном Бархгревинком в 1899 году и позже использовавшейся другими исследователями. Это старейшее рукотворное сооружение в Антарктиде. Бархгревинг не готовил и Нинес этот торт. Считается, что он датируется злополучной экспедицией капитана Роберто Фалькона Скотта на Терра-Нова между 1910 и 1913 годами. Известно, что компания Хантли и Палмерс поставляла материалы для экспедиции Терра-Нова, так что фруктовый пирог, вероятно, является их работой. Скотт так и не добрался до мыса Адер, поэтому торт, должно быть, принадлежал группе под руководством первого офицера Виктора Кэмпбелла, укрывшегося там зимой 1911 года. Эксперты утверждают, что торт в отличном состоянии и до сих пор съедобен. Мы верим им на слово, из-за своей высокой энергии кексы остаются популярным выбором среди исследователей, посещающих Антарктиду, номер 13. Этот следующий артефакт вы, возможно, видели в новостях относительно недавно. В 2018 году его украли из музея во Франции, что вызвало небольшую национальную тревогу, пока через неделю его не нашли и не вернули. Это предмет, о котором стоит беспокоиться, потому что он действительно единственный в своем роде. Это человеческое сердце, заключенное в контейнер из цельного золота, увенчанное короной. Это золотой реликварий сердца Анны Бретонской, который благополучно возвращен в Нанский музей. Анна была чрезвычайно значимой фигурой во французской истории. Она единственная женщина, вышедшая замуж за двух французских королей, а также успевшая выйти замуж за императора Священной Римской империи до своей смерти в 1514 году. Ее смерть считалась такой национальной трагедией, что официальный период траура длился более года. В своем завещании он уточнил, что после смерти его сердце должно быть извлечено и помещено в контейнер из цельного золота, а затем отправлено в город Нанд и помещено в могилу его родителей. Большинство его желаний исполнилось, поэтому его сердце находится внутри золотой шкатулки. Возможно, это не могила его родителей, но, по крайней мере, Нандский музей находится в том же городе.